Обратите внимание, что подорожало за последнее время? Бензин. Товары, услуги. Бензин. Только бензин один, а что-то может быть ещё? Машины. На чём-то экономить приходится? Как-то выкручиваться в каких-то ситуациях? Да нет. На всём. На всём понемногу. Я ничего не экономлю. Нет, что-то ещё подорожало с продуктов. Но я сейчас не помню. Молочка подорожала. Молочка, яйца, да. Но всё в основном бензин, что мы заметили за последний месяц. Вообще конская цена. Молоко. То есть вот такое и в пакетах, и бутилированное стало очень дорогое. Но вообще заметила, что цены прям резко подросли. Вот даже брать, если начало лета и вот конец лета. А вы как считаете? Разве не так? Вы меня спрашиваете, да. В основном, скажем так, общий рост вы замечаете? Либо какие-то отдельные вот вещи? Вы знаете, вот именно, что как-то скачкообразно. Может, такое слово я какое-то применяю. То есть именно, я не знаю, с чем это связано. Что удивительно, стал дорогой хлеб. То есть вот даже там какая-то булочка стоила, условно говоря, 53 в начале лета. Сейчас она уже 162. Это необычно, потому что, ну, по Волжье мы сами выращиваем вроде бы злаковые. Вот, то есть это мы же не из Китая их привозим. Вот такие дела. На чем-то экономить приходится? Или так вот? Да, экономить приходится существенно на еде. То есть уже, конечно, не позволяешь себе какой-то такой там говядины хорошей. Уже больше полуфабрикатами пользуешься. Да, да, это отражается на среднестатистической семье. Что подорожало вот за последнее время в жизни? Ничего не заметили. Все дешево? Это все дешево. До стук, скажем так. Что подорожало у нас вот за последнее время? Все. Какие категории товаров? Все. Абсолютно все. Как-то выкручиваться приходится? Приходится. Не могу сразу вам сказать. Ну, в общем-то, дорого все стало? Для меня нормально. Выкручиваться пока никак не приходится? Не приходится. Хватает, хватает. Пока мне хватает. Хватает. А, ничего не подорожало. Все нормально? Все, хватает. Из товаров и услуг. Да я товары не беру, а продукты подорожали. Продукты? Продукты. На чем ты экономишь? Приходится что-то покупать дешевле, что-то выбирать? Приходится все равно брать. Ну, может быть, чуть меньше. То есть экономите на количество? Потому что, конечно, потому что, ну, получается, когда привык организм или там семья, которая пользуется, что все-таки это надо. Ну, так что... Сумма та же, количество меньше. Совершенно правильно. Ну, в принципе, все подорожало. Бензин. На чем экономишься? На чем? Пока хватает. Пока хватает. Вот сейчас люди говорят, что чего-то берут просто меньше на ту же сумму. Ну, наверное. У кого какие-то способности. Не знаю, кому на что хватает. Мне хватает. Мне кажется, абсолютно все. Чего-то приходится экономить. Чего-то, может быть, меньше покупаете. На продуктах пришлось экономить. Безумно дорогие продукты, что ужас просто. Вот, честно скажу, овощи очень сильно подорожали. Прям невыносимо. Прис-маркетплейс-сценники ужасные стоят просто. Уже нет сил это заказывать. Кошмар какой-то. Почта России отправления, да, на рублей 40 точно в андероле. Сахар. Подорожал, сахар подорожал. То есть продукты? Да. Что еще? Вещи продали, подорожали, допустим. Импортные? Импортные вещи намного дороже стали. Вы имеете в виду одежду? Одежду, да. Кроссовки также. Кроссовки. Ну, там все такие базовые, которые брендовые вещи, они подорожали. На чем-то экономите? Чего меньше себе можете позволить? Кроссовки. Кроссовок, вещей. Именно то, что, ну, для собственного пользования. Ешь поменьше. Бегаешь тоже поменьше, да. Продукты. Продукты очень подорожали. В магазинах стоишь. Констовары подорожали. Приходится экономить на тему? Да. Приходится, так как студенты, приходится экономить. Заметили, что подорожало в последнее время больше всего? Товары, услуги, продукты. Вот что? Продукты. На чем-то экономите? Чего-то, может быть, меньше стали покупать? Или сумма та же, просто меньше объем? Просто меньше объем покупаем, да. Ну, иногда замечаю. Все чуть-чуть дороже стало. Ну, просто свои услуги тоже ставлю выше, и все. Обратили внимание, скачки роста? Да, конечно. Что вы делите? Товары, услуги, не знаю, продукты, путешествия? Лекарство, во-первых, резко повысилось. Если я покупала шприцы 16 рублей, через 4 дня уже 18 рублей один шприц стоит. На что еще? Яйца. Яйца, пожалуйста. Это все, что угодно. На чем-то экономить приходится, в чем-то отказываться. Как выходитесь в положении, если дорого? Ну как, меньше покупаю. Нет, не заметил. Не замечаю цену. Я счастливый. Рост цен заметили на товары, услуги? Есть тут скачки резкие. На что-то обратили внимание? Все время есть. То вы делите, что подорожало за последнее время. Ходите по магазинам, пользуйтесь каким-то услугам. Что для вас дороже стало за последний год, может быть? Год. То лекарство, потому что лекарства очень здорово подорожали. Очень здорово подорожали. Ну, мясо тоже скачок хороший. Ну, а остальное все идет. Как выходитесь в положении? В чем-то себя отказываете? Стараемся где-то, конечно. Из одного перекатываться в другой. Какое-то лекарство было дороже, старайтесь купить уже другого производителя. Хотя так. Вот. Выходим. Не привыкать. На все. Что-то особо выделите, может быть? Что в первую очередь за последние полгода, год? Продукты, питание. Масло, сыр, мясо. Да все дорожает. Как выходите из положения? В чем-то себя отказываете? Что-то берете другого качества, дешевле? Ну, придется подешевле пенсионерам-то. Все дорожает. Что-то особо можете выделить? Может быть, продукты, товары, услуги? Не, ну, продукты, понятное дело, что и услуги, и все это. Регулировщика нет. Понятно, что государство все это дает, и государство должно это регулироваться. Есть, я не говорю, что именно там президент должен быть. Есть люди, которые на местах, на этих, да, ответственны, да, и которые должны этим заниматься. Академия. Академия. Продолжение следует...